Сегодня у нас 13 мая 2023 год. Вот брат Николай с утра уже подвизается на работах. Хотя первый день мог бы и отдохнуть, конечно. Это моя работа, мой отдых. Он сейчас расцепает перегной. Это мы под картошку сейчас делаем. Смотри, это от жука похоже. Что от жука? От колорадского, от майского. Нет, от майского, да, но не колорадского. Сейчас была бы какая-нибудь птичка, она бы съела. А потом будем раскладывать картошку. Я единственную трубу-то еще не нашел. Я даже не знаю, где она у нас. Которую я делаю из картона, чтобы не наклоняться. Сжег ты ее, скорее всего. Да нет, что бы я сжигал-то. Вчера мы уже с матушкой посадили. Почти половину участка. Да, половину. Вот сегодня тоже надо будет. Господи, богослови. С Богом. Вот картошечка. А то матушка такую дает картошку на посадку. Крупную. Переросла, потому что дома стояла у нее. Она будет только в каждый рядок насыпать. Ну, сыпь-сыпь, какая разница. Потом здесь тушит. А, я же проскочил. Семен, Семенович. Бывает. Земелька просит. Сама земелька просит, чтобы зерно положили. Будем благодарить Господа за такую возможность. Да, это точно. За мирное небо над нами. Да. Все, да, что Господь дает нам. Говорит, что посеешь, то и пожнешь. Как потопаешь, так и полопаешь. Да, это любимая поговорка моей бабушки. Как потопаешь, так и полопаешь. Ну, ладно, вот так вот, слава Богу, за все. Продолжение наше. Мы сажаем картошечку. Вот сейчас брат Владимир своим умудренным приспособлением. Вот таким. Мы его так вот усовершенствовали. Усовершенствовали, да. Мы усовершенствовали очень ловко. Брат Владимир подсказал. Надо что сделать. Из полторашек. Из полторашек и из двушечек мы вырезали, чтобы эта объемная была. И сделали скотчем обернули. Все. И стало лучше. Теперь лучше. Может быть, да. В этом году садим чаще. Матушке, советую, тут через каждые 20 сантиметров. Садим я почаще садим. Из опыта того года хочется сказать, что мы сажали немножко реже, но урожай был намного хуже. И поэтому так вот мы делаем. Сейчас немножко вот навоза, вот навоза насыпали. Перегной. Перегной, да, перегнойчик. Вот. Ну и дальше тоже продолжаем. Игорь на поле. Ну сейчас уехал комбайн. Они засеивают поле. Да благословит Господь их. На Т-150. Да, на Т-150. Ну вот. Спасибо, Христос. А это на случай, если будет картошка толстая? Картошка, да, если да. Не проходит она раз туда и все. Но пока все идет хорошо. Ладненько. Так, не будем отвлекаться. Дальше будем продолжать. Ну вот мы продолжаем работать на огороде. Садить картошку. Это у нас Калашнистовский дом. Вот. Сейчас вот брат заканчивает. Я садил. Сейчас он досадит. И я буду взрывать тоже. Начну. Вот так вот мы садим. Примерно 20-25 сантиметров. Друга дружки. Я тоже, который толстый, слишком, так бросаю. Не надо, чтобы не наклоняться лишний раз. И спинка не а-ва. В-ва. В-ва. Картошка уже с хрустками. Тут уже проросла она. Правда, не совсем правильные ростки. Но отрывать не будем. Ну, она вчера кое-где обрывала. Я правда не знаю. На раскресе все эти гнилушки, которые... О, две проскочили, да? Ага. Вот это да. Вот, а я сейчас буду мотоблоком взорвать. До конца. Сейчас, брат, рассадит ведро. Сейчас ведро рассадишь, я потом начну. Все, и прекрасная погода, Господь дал нам. Небо голубое. Зелень такая стала появляться на везде, на деревьях. Радует глаз. Птички чирикают, воробьи. Голуби воркуют там, на чердаке. Ну, то есть, Господь чудно делает. Как в псалмах написано, и птицы, говорит, из среди ветвей издают голос. Там вот слышно звук трактора Т-150-го. Это Игорь Барбаш садит лен на этом поле. Это он там, вдалеке, железная дорога находится. Там полотно железной дороги. Вдоль него, где он садит. Ну, не видать. Там он даже в деревне. Сейчас он не видно тут. Это вот кроты, работяги наши. Любители попортить и покосы, и огороды, дороги. Ну, здесь, словно, все портит. Хотя для кого-то и поза, как для муровьев. И не надо создавать свои небоскрюбы. А? Игорь, не видно? Нет, он немножко, как бы, в стороне деревни не видно. Как бы, там, за домами. За домами. Лен. Ну, вот так вот. В принципе. Слава тебе. Все, да? Ну, давай тогда я сейчас заведусь. Заводи. Поехал. Это чего? Упал меня. Упал он. Давай. Держи. О, парад. А, и парад. Заведенный? Да, подведется. Вот сейчас брат Владимир будет заводить технику. Да, заведется. Заведется. Давай. Сбогу. Давай. Давай. Поехали. Сначала с одной стороны, потом развернется, с другой стороны и получается, получится закрыть, закроется. Ну вот, как бы облегчаем себе. Вот мы закончили. Посмотрите на это поле, с Божьей помощью. Как хорошо. Все это аккуратненько, ровненько. Да благословит Господь. Благодарим Тебя, Господь, Бог наш, что Ты даешь такое время благоприятное, чтобы мы могли эту почву взрыхлить, посеять, посадить. И будем надеяться на милость Твою, что пошлешь дождь, что взрастет хороший росты и даст хороший урожай, и даст людей, которые помогут собрать и сохранить, и поделиться с людьми, которые нуждаются. В этом радость, в этом спасение наше. И здесь еще можно сказать о том, как Господь сказал, ваше дело сеять, слово свое. Сеять. И важно, чтобы семя попало на добрую почву. А добрая почва – это та, которой человек сам в себе увидит, что у него там, камень ли, при дороге ли. И сам взрыхлит эту почву, как в одной из притчей сказано. Давай уничтожим это растение, не дает она плоды. Хозяин, ну давай, мой, я его навожу. Так, давайте же посмотрим на себя внимательно, каждый на себя внимательно. И исследуем, как мы живем, что мы делаем. И взрыхлим свою почву, удобрим, чтобы она дара, дала очень хороший урожай. Чтобы слава Божия просветала всегда, во всем, везде и всюду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.